У Славгородской вёсцы Хворостяны Амаль Годтаму открыли свою справу три товарищи. Экономист, геодезист и механизатор. Мужчины выросли, что будут выросшивать у глубинцы грибы-вёшенки. Хотелось что-то начать созидать, хотелось какое-то производство. Ну и как-то было принято решение, что надо направить свои силы на производство продуктов питания, потому что люди хотят кушать всегда. Партнеры на Белизе Аукциона «Будынок Былой Школы» и там наладили вытворчность. Пакуль – полторы-дзве тонны на месяц. Фермеры марать про поширение и створение працовных местов, что каштовно для вёске. Тому они мают потребу у подтрымцы Прынамси Международного фонда развития сельских территорий, який и организовал кермаш проектов у Быхове. Мэты кермашак обсустрелись аутеры проектов и те, кто может допомогти финансово и парадами на их старте. А далее – развитие села. Для меня самым главным результатом является то, что люди не уезжают с сельских территорий. Что сельские территории – это сегодня звучит гордо. И мне кажется, этот тезис самый важный для нашей страны. Коли казаць про конкретную подтрымку проектов, то, наприклад, по водле программы «Малых грантов» Глобального экологичного фонду, 11 проектов шасти пауднево-усходних районов Могилёвшины отрымали каля миллиона долларов. На наступные два годы такая подтрымка чакается у полтора миллиона долларов. Мы здесь поддержали, сколько хороших проектов в этих районах. Я смотрю, что если вначале они как бы появлялись единицами, то сейчас уже речь идёт на десятки. Надеемся, что в конце реализации нашей программы будут уже сотни хороших проектов, которые конкретно будут помогать людям и способствовать сохранению окружающей среды. Литовцы, которые приехали на Кермаш, хочут супрасовничать у справе кулинары и рамюствов. Яны могут найти партнёров у Крычеве, где створили город-майстру. Сфера ремесничества, сфера туризма. Эти сферы, я думаю, перспективны, потому что у нас один из старейших городов. Поэтому, я думаю, это тоже будет интересно местным жителям, которые могут реализовать свои инициативы путём подачи заявок. Такие справы, как вытворчность вёшенок, и, например, с лаугородских сыров, показывают усим, что инициатива с подтрымкой перетворяется у проекта, которые меняют до лепшего «Жить всё людей». И тем самым они показывают рядом людям, которые живут в этом населённом пункте, что необходимо заниматься, необходимо двигаться вперёд, чтобы обеспечить благополучие и своих семей, и населённого пункта развития. Илона Иванова, Юра Оласо, Новиниргіона.